Где хочу, там и иду. Стихийный пешеходный переход образовался в микрорайоне Хариверской экспедиции. Вопреки безопасному пересечению проезжей части, жители микрорайона протоптали свою дорожку. Тему продолжит Наталья Дуркина. Еще совсем недавно на этом участке дороги не было пешеходных переходов. Жители микрорайона и воспитанники Дворца Спорта Норд выбирали условное место и переходили дорогу в неположенном участке трассы. И хоть знаки появились, привычка осталась. На этих кадрах видно, как подросток, убедившись, что путь свободен, легко пересекает проезжую часть в неположенном месте. Хотя рядом, буквально в 15 метрах, есть пешеходный переход. Как правило, на этом участке нарушают в основном дети. Недалеко расположен Дворец Спорта Норд. И трафик у маленьких пешеходов здесь достаточно высокий. Люди чем озабочены? Тем, что один из пешеходных переходов, если туда посмотреть, он находится там около садика. Второй пешеходный переход, по которому можно перейти, он здесь вроде не очень далеко, но вот это расстояние для людей кажется очень большим. Я сама скажу, что сама здесь живу и часто пользуюсь вот этой дорогой. Поэтому сама очевидец того, что люди не соблюдают правила дорожного движения. И по тому переходу мало кто ходит, по тому переходу мало кто ходит. Все идут между. Галина Гуляева обращалась в городскую администрацию, а также в департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Там пояснили, все пешеходные переходы установлены с соблюдением общих стандартов. Однако это не умаляет потенциальной опасности, ведь не все жители соблюдают правила дорожного движения. Очень опасно переходить, потому что здесь заворот дороги, и любой автомобилист, и любой, кто едет на машине, любой пешеход, он в общем-то в опасности, потому что здесь нельзя переходить. Но люди здесь делают это все время. И я вот хочу поднять этот вопрос по безопасности. Впрочем, установить пешеходный переход на этом участке вполне реально. Необходимо лишь подать обращение на имя собственника данной федеральной трассы. После будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит целесообразность установки пешеходного перехода. Для того, чтобы установить пешеходный переход, заявителю необходимо обратиться в адрес ФКУ Упердор Прикамья. Именно это учреждение является собственником этой автомобильной дороги. с предложением о внесении изменений в проект организации дорожного движения с целью как раз установки такого пешеходного перехода. ФКУ Упердор Прикамья должна запланировать средства для организации такого пешеходного перехода и в летний период такие работы организовать. За прошедший 2020 год самым потенциально аварийным участком признана дорога по улице 60 лет Октября. Там зарегистрировано три происшествия, в которых пострадало три человека. На участке по улице Рабочая происшествий не зарегистрировано. На федеральной дороге по улице Рабочая за 2020 год окружной госавтоинспекцией не были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия. И, соответственно, данная дорога не является потенциально опасным участком. Однако это не означает, что опасность не смогут создать сами пешеходы. Необходимо помнить, пересечение дороги в необорудованном месте может повлечь за собой возможность дорожно-транспортного происшествия. Наталья Дурхина, Владислав Носкин, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.